Всем привет, это Стас и сразу к делу. Одной из проблем планеты Гал является плохая освещенность по утрам. Утро наступает примерно в час 25 минут, и местное солнце уже над горизонтом, но все еще довольно темно. Поэтому хочется начинать рабочий день несколько позже, для чего мы сделаем эдакий гудок в 2 часа. Сделаем, чтобы будильник пищал и останавливал время и повторялся каждый день в одно и то же время, потому что найти и как по-другому сдвинуть утро для функции ускорения времени я так и не нашел. Если вы знаете как это сделать, то я жду вашего совета. Также я упоминал зарплаты для наших космонавтов, и для этого есть мод Ростроменеджер. И не только зарплаты, но и возраст в нем есть. Мы будем расставаться с ними в возрасте 75 лет, потому что это довольно долго. Но и зарплата у них будет на уровне полутора тысяч в месяц, это довольно много, потому что за эти деньги можно, наверное, купить даже самолет. Ну и к конструированию. Как многие поняли, стартовый набор для самолета это довольно старый мод Фаерспитер. Конечно, у него есть недостаток, например, вот этот персонаж в кабине сидит, даже если она пустая, но что поделать. Да, этот мод устарел, и его давно не обновляли в плане набора деталей, но он единственный в своем роде, чтобы сделать сверхлегкие аппараты. Впрочем, я оставил от набора деталей только биплан из всего, что там было. Название этого планера Иолайр, если читать по буквам. Потому что я не знаю гельский, я имею ввиду настоящий гельский, то есть галик или гелик, он же шотландский. Это удивительное совпадение, мне кажется, что обитатели этой планеты говорят именно на нем. Впрочем, я могу ошибаться. Так вот, назад к Фаерспитеру. Я написал для него кучу патчей, чтобы он подходил более-менее идеально ко всему остальному, хотя на это ушло много времени. Старое шасси из мода пришлось удалить, но у нас будет вот такая вот уменьшенная копия рулевого колеса из стоковой игры. А вместо шасси из Фаерспитера мы используем шасси биплана из мода Аэроплейн Плюс. Это еще один мод, который я всячески рекомендую, если вам нужны самолеты. Так что без него мой мудпак просто не существовал бы. Что касается крыльев, то для них были написаны патчи, которые позволяют им корректно работать в моде F.A.R. Впрочем, такие патчи уже были, просто они не применялись, но их тоже пришлось поправить. Потому что без этих патчей крылья, скажем так, совсем некорректно работают. А других крыльев в модпаке почти нет. У нас есть только цельные крылья особенной формы и процедурные крылья, которые будут доступны позже, по мере развития технологий. И если вы в первый раз работаете с F.A.R., то он делает одну неожиданную вещь. Он автоматически меняет массу всех плоскостей. Отчего у нас получилось 2 тонны массы планера, из которых 1 тонна примерно крылья. Потому что они слишком прочные. Но если уменьшить их прочность до 0,15, то их масса будет составлять десятки килограмм, что нас вполне устроит. Также в процессе нужно настроить, чтобы плоскости самолета отвечали на правильные оси управления самолетом. То есть, чтобы руль высоты не пытался делать крен, а чтобы руль направления не пытался управлять углом тангажа. Еще важно настроить центровку самолета, особенно для планера. Центр тяжести любого самолета должен быть немного впереди центра давления. Он же центр подъемной силы. Иначе самолет будет пытаться перевернуться и лететь хвостом вперед. И это было бы проще, если бы я вспомнил, что у хвостовой части фюзеляжа есть еще немного топлива, которое нам не нужно. Но вместо этого у меня получилось просто подвинуть шасси и сделать носовой обтекатель побольше. Но при этом тоже нужно не перестараться, потому что если центр тяжести слишком далеко от центра давления, то нужно постоянно бороться с тем, что нос будет опускаться, а любые лишние усилия на руле и самолета всегда создают лишнее сопротивление воздуха. Обтекатель из мода процедурных частей позволяет себя перекрасить. И у нас есть чудная текстура, которая подходит под цвет остальных частей самолета. Так что все выглядит аккуратно. Ну и последний момент в планере – это как же его разгонять? И для этого у нас будут твердотопливные ракетные двигатели. Во-первых, они сами отвалятся после завершения работы, а во-вторых, другие способы нас не устроят. Конечно, можно было бы придумать какой-то буксир, но у нас пока нет лебедки с отросом, да и я сомневаюсь, что такое сработало бы с первого раза. Единственное, что мы забыли сделать – это уменьшить тягу двигателей, потому что она довольно велика. Дальше местное бюро, у чего опыт эксплуатации этой самодвижущейся повозки. Хотя для начала ей нужны, конечно, контейнеры с зарадочной жижей, которые бы не хотелось иметь в других миссиях, где они не нужны. И, похоже, вообще нужно как-то разделять сами аппараты и то оборудование, которое на них устанавливается. То есть не иметь интегрированных инструментов, которые, во-первых, стоят денег, а во-вторых, будут добавлять время сборки. Ну а что касается непосредственного улучшения автомобиля, то задние у неуправляемые колеса увеличивают радиус поворота, что позволит не так часто переворачиваться на высокой скорости. Ну и, конечно, хотелось бы сделать автомобиль массой меньше одной тонны, чтобы водитель мог в одиночку перевернуть его обратно, если вдруг авария случается. Но не все так просто, потому что конструкция даже без топлива намного тяжелее. Нужно либо добавлять второго члена экипажа, чтобы они могли делать это вдвоем, либо забить. Так что мы пока забьем. Ну и, наконец, к ракетам. Ракету было решено назвать Гром, потому что она гремит, пока летит и скорее решает вопросы гитре-метеорологии и изучения атмосферы планеты. Кто-то уже узнал, что это из мода Sounding Rockets. Это тоже довольно старый мод с частями в 37 и 65 сантиметров диаметром, который эти самые ракеты-зонды позволяют делать легко и просто и идеально вписывается в карьеру, в которой космонавтика начинается с беспилотных полетов. И ракета начинается с рамки для оборудования. К этой рамке снизу крепится двигатель, который отпадает сам, когда сгорает полностью. И, кстати, он используется впервые, поэтому у нас проблемы с зажиганием ожидаются. Сверху к рамке крепится обтекатель с парашютом и антенной. Да, в этом моде антенна встраивается в обтекатель, что важно знать. Для передачи команды на старт следующей ступени, а это единственное, что нужно делать с такой ракетой, нужно еще управляющее устройство и батарейка для него. Вот и все. Дальше оборудование закрывается крышками, а мы настроим тягу двигателя, чтобы не тратить слишком много энергии на преодоление сопротивления воздуха. Оно, кстати, должно быть небольшим, ведь у ракеты нет оперения. И откуда взялось ожидание высоты в 5 километров? Я думаю, для этого нужен отдельный гайд по физике. Но если бы не воздух, то ожидания были бы еще больше. Я думаю, километров 18, ну может 16. Но ожидания у нас не обравдались, потому что ракета перевернулась и полетела вниз. Все потому, что ракета, как и самолет, должна иметь правильную центровку, чтобы быть стабильной. Конечно, для этого можно было бы снять тоже отдельный гайд, но для идеально стабильной в полете ракеты, ее центр тяжести должен быть впереди центра давления, или центра подъемной силы. Тогда любое отклонение носа от направления полета будет беспощадно давиться набегающим потоком воздуха, который будет возвращать ракету обратно. Для этого мы добавляем оперение. И мы видим, что это не сделает ракету идеально стабильной, но значительно улучшит эту самую стабильность. Важно еще, конечно, посмотреть, как ситуация будет меняться по мере расхода топлива. И как видим, центр давления сильно опустился, и по мере расхода топлива нижняя часть становится легче, и центр тяжести будет подниматься, так что все будет становиться еще лучше. Вот так и оставим. Но не тут-то было. Головная часть нестабильна после отделения двигателя. И как вы уже знаете, проблема решилась с вращением. Но сначала добавим полезную нагрузку, а это научные инструменты, чтобы попробовать в этот раз получить не только опыт строительства ракет, но и какие-то данные об атмосфере планеты. Это термометр и контейнер с жижей. Я добавляю для них некий тег Science. Не просто так. Это тег для Chaos. Чтобы можно было проще находить какие-то части аппарата из кода программы и вызывать над ними какие-то действия. Так что если вы видите у вас такую функцию и не знаете, что это, то это именно для Chaos. Дальше нам нужно написать первую программу для Chaos, но написать ее в редакторе не получится, потому что для этого нужно будет запустить крафт, чтобы запустить компьютер, чтобы получить доступ к командной строке. Мы пойдем другим путем, для чего нужно перейти в каталог с игрой, найти там каталог ships, там найти каталог script, и в нем найти каталог boot, чтобы написать скрипт автозапуска. И тогда мы сможем загрузить его в ракету еще до старта, выбрав в редакторе. И написать такой скрипт можно будет в любом текстовом редакторе, даже в блокноте. И первой строкой в нем будет wait until ship unpacked. Просто для того, чтобы программа не начинала выполняться до полного запуска симуляции физики для ракеты. Хотя для первых ракет это не очень важно, потому что вряд ли он запустится раньше, но я считаю это хорошей привычкой, которая предотвратит некоторые неожиданности в будущем. Дальше будет команда wait 8, которая просто ждет 8 секунд, пока мы покрутим камеру и так далее. Дальше команда stage активирует следующую ступень, после чего ракета должна полететь вверх. А что делать дальше? Дальше мы ждем, пока она начинает падать вниз. Мы узнаем это, потому что вертикальная скорость ракеты станет отрицательной. После этого мы выполним научные эксперименты. Это отдельная тема, поэтому мы для этого напишем отдельную функцию, которую назовем runExperiments. После того, как мы запустили эти самые эксперименты, ракета падает и нужно выбрать момент, чтобы открыть парашюты. Для этого тоже придется написать функцию, для того чтобы узнать нашу высоту. Назовем нашу высоту realAlt и когда она вернет меньше 500, мы активируем следующую ступень. Ну и теперь нам нужно написать те функции, имена которых я вставил в код еще до того, как они были готовы. Это такой подход к написанию программ, когда для простоты размышлений мы сложные процедуры заменяем простой ссылкой на какой-то код. Кроме того, можно будет потом этот код использовать в другой программе и для объявления функций в Chaos используется ключевая фраза declare function. Вначале мы выведем на экран, что функция выполняется, для этого используем команду print. Дальше я использую команду set, которая позволяет в Chaos присваивать каким-то именованным переменным какие-то значения. И мы присвоим переменной allScience список частей, которые были помечены тегом science, используя обращение к нашему кораблю ship, parts, tagged и название тега в кавычках. Дальше что делать с этим списком? Теперь нужно для каждого элемента списка выполнить какое-то действие. Для этого используется цикл for, в данном случае он бы скорее назывался forEach. По сути, он просто выполняет то, что находится между фигурными скобками для каждого элемента списка allScience, а ссылка на элемент, который текущий при этом будет находиться в переменной эксперимент. Что позволяет нам создать еще одну переменную m, которую мы установим в очень интересное значение. Chaos позволяет нам обращаться к модулям частей, а нам для научных экспериментов нужен модуль, который называется модуль Science Experiment. Для этого мы используем функцию getModule. После чего мы вызовем у этого модуля функцию deploy, что должно выполнить эксперимент. Но еще после этого мы подождем, пока эксперимент завершится, для чего мы пишем waitUntil mHasData. Что означает буквально, что программа будет на этом шаге ожидать, пока научные данные в эксперименте появятся. После чего цикл повторится снова для следующего эксперимента. Ну и в конце функции мы снова напишем на экран, что мы и закончили. Следующая функция для получения высоты крафта над поверхностью еще проще. Но сначала нужно понимать, почему она нужна. Дело в том, что в CSP у вас есть две высоты. Есть высота над уровнем моря, которая доступна всегда легко и просто. И есть реальная высота, когда мы учитываем высоту поверхности над уровнем моря. И нам хочется открыть парашют за 500 метров до поверхности, а не на высоте от 500 метров над уровнем моря. Поэтому из высоты над уровнем моря нужно вычесть высоту поверхности в этой точке. Но не все так просто, потому что функция, которая вернет высоту поверхности, будет возвращать отрицательные значения над морем, потому что она учитывает глубину дна. И тогда, если мы вычтем, то мы получим не совсем корректные данные. Ракета сначала упадет в воду, а парашют откроется уже на глубине. Поэтому сначала мы проверим, что высота поверхности больше нуля. Ну а дальше все просто. Если под нами море, то высота поверхности будет меньше нуля. И тогда мы будем брать высоту обычную над уровнем моря. А если под нами моря нет, то высота больше, а значит мы будем вычитать из высоты высоту поверхности в этой точке. Хотя это немного читерно, всегда знать высоту поверхности, даже никогда не сканируя планету на предмет данных. Поэтому в Киос есть еще функции, которые мы будем использовать в будущем, возможно, если они будут работать правильно. А здесь понятно, что над островом все известно, поэтому я не считаю, что здесь мы как-то считерили. Но будем считать, что наш первый опыт программирования в Киос закончился. В дальнейшем мы будем делать это чаще и больше, что позволит нам узнать физику местных полетов. А чтобы нам было удобнее писать и отлаживать программы, очень скоро придется создать специальный крафт, который мы назовем летающей лабораторией. Как только у нас появится достаточно технологий для этого. Ну и наконец, как придать вращение неуправляемой ракете. На самом деле очень просто. Просто немножко поворачиваем стабилизаторы. Совсем немного. И они создадут вращение из ничего, что позволит получить из нашей головной части эдакий мини-гироскоп, который будет стремиться сохранять свою ориентацию в пространстве. А на этом все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok